Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 17 июня. И мы с вами вновь разговариваем о зеленых операциях на винограднике. Повторюсь, много раз уже говорила, что в этом году у нас очень сильная задержка по вегетации. Приблизительно недели две, может быть чуть больше. Но подробно о чем сегодня. Сегодня у нас финальная нормировка зелеными побегами. Сегодня у нас работа с усами. Кратко коснемся прищипывания. Я уже об этом говорила в другом видео. И кратко коснемся работы с пасынками, потому что более подробно я сделаю для вас видео, которое, я так предполагаю, что выйдет на следующей неделе. Ну что ж, идем на виноградник. Разница в побегах от времени до цветения. Вот мы видим уже четко гроздень. Видите, побег небольшой. Сколько тут сантиметров тридцать. И рядом вот муляпас. В два раза меньше. Мы его однозначно убираем. Дальше тоже смотрим. Здесь уже можно не считать никаких глазков, потому что явно видно отставание. Время перед цветением. У нас уже цветочки, гроздья видны. Да, и вот такой вот. Два раза. Убираем. Здесь, видите, вот еще в этом году кто-то пытается проснуться. Все убираем. Если в начале сезона мы еще понимали, что какие-то у нас могут быть неблагоприятные условия, может кто-то еще догонит, еще что-то, и мы это делали все очень постепенно, то вот сейчас время перед цветением не жалея. Вот сейчас мы уже убираем не жалея. Если по весне мы все не понимали, кого же убирать, как что пойдет в рост, плюс все эти неблагоприятные погодные условия, то теперь уже не жалея. Все, что отстает, смотрим. Даже вот этот, смотрите, здесь два больших, этот поменьше не жалея мы его убираем. Тем более, что вот там еще есть большой хороший побег. Есть еще и на втором рукаве, который в другую сторону пошел, и на второй плоскости шпалеры. Поэтому все, что явно отстает в росте, все убираем. И уже дальнейшая на этом нормировка с зелеными побегами у нас заканчивается. И дальше мы с вами будем нормировать уже урожаем, гроздями. И еще, что касается холостых побегов, значит, мы их убираем. Единственный случай, когда оставляем, когда понимаем, что этот побег нам удобен для использования на следующий год на плодоношение. В таком случае оставляем. Ну, честно говоря, у меня холостых побегов практически, ну, крайне-крайне редко они бывают. Поэтому я с этим сталкиваюсь очень мало. Еще один момент, на котором я хотела остановиться, который поможет начинающему виноградарю. Значит, когда вот стоит вопрос о выломке слабых побегов, если у нас у побега верхушка раскручена, вот, например, как здесь, это говорит о том, что ему уже чего-то не хватает, рост его остановился. Если верхушка загнута, ну, вот здесь она слабо загнута, вот смотрите, вот там у нас большой побег. Видите, как она закручена? Когда верхушка сильно закручена, это говорит о том, что растение очень хорошо растет. Эта особенность анатомии и физиологии виноградного куста. И такой явный признак, что что-то идет не так. Поэтому, если у вас отстает явно побег, при этом у него еще верхушка раскрутилась, то не жалея убирайте его, у других побегов будет больше силы на расход питательных веществ и на более значительный, более эффективный рост. Вот еще видите, какие-то спящие почечки тут проснулись, то есть рядом лоза двухметровая, тут что-то проснулось такое. Тоже все это убираем и выламываем. Что касается прищипывания, побегов, в видео про цветение я говорила про это более подробно. Под этим роликом, нажав кнопку еще, либо в мобильной версии, внизу под видео, прямо с заголовком будет такая стрелочка вниз. Нажимаете, там будут все полезные ссылки. Так вот, прищипывание, то есть такая операция есть, насколько она эффективна и неэффективна. То есть надо понимать, для чего мы это делаем. Когда это рекомендуется делать? Перед цветением. Здесь, смотрите, у нас уже первый пошел, стал цвести, причем замечено даже пчелки здесь летают. А прищипывание мы можем делать на тех, кто еще не зацвел, причем если для этого есть повод, то есть если есть осыпание цветов. Вот видите, я подергала, ничего тут не сыпется, поэтому и делать этого не стоит. Хотя некоторые говорят, что да, вот это эффективно, лучше что-то опыляется. Ну, скажем так, если принимать решение делать, не делать, можете попробовать на нескольких ветках, например, на нескольких побегах сделать, несколько оставить в покое и посмотреть. Вот тогда вы точно будете понимать, эффективно это в вашем конкретном случае, либо нет. И касательно прищипывания, что еще нужно понимать, что когда вы верхушку прищипнули, ну, грубо говоря, рост побега, он практически останавливается. Вот смотрите, я вам просто показываю разницу. Здесь вот плети по 2 метра. И, например, если мы здесь прищипываем верхушку, видите, сколько у нас есть листьев, которые будет питать побег. А вот рядом я вам показываю, это молодой кустик. Видите, сколько у него листиков и сколько у него всего. Понятно, мы его пронормируем потом. Ну, теперь представьте, если я уберу ему верхушку, ну, да, потом пока пасынки тронутся, про пасынки повторюсь, будем говорить отдельно, видите, сколько тут останется питания? Да, фактически, нисколько. И тот эффект, который мы хотим добиться, да, прищипываем верхушку, чтобы лучше питание пошло к гроздям, ну, идти просто будет нечего. Поэтому прежде чем что-то делать, то есть подумайте, насколько это рационально будет в данном конкретном случае. То есть, если есть осыпание цветков на таких больших побегах, можно прищипнуть. Если даже есть осыпание, но побеги у вас вот такие небольшие, разницу видите, да, то делать этого не стоит. Значит, что мы делаем еще? Мы, конечно же, подвязываем, подвязываем наши побеги к проволоке. Сейчас они растут крайне быстро в это время расти. Могут и по 10, и даже по 15 сантиметров в сутки. Поэтому, чтобы ветер не ломал, ничего мы подвязываем, я уже говорила. То есть, у нас вот такая вот проволока в изоляции. Многоразово, удобно, но вы подвязываете тем, что у вас есть. Что касается усов. Мы усы убираем. Сейчас объясню, почему убираем. Вообще для удобства. Для чего вообще винограду нужны усы? Мы помним, что виноград это лиана, который в дикой природе цепляется за деревья, растет высоко-высоко. И, соответственно, чтобы добраться до солнышка, потому что мы знаем, что в лесу внизу темно, она использует вот эти усики, цепляется за все подряд и попадает к солнышку. Если мы обеспечиваем винограду шпальеру, мы его привязываем, мы о нем заботимся, то усы ему фактически не нужны. Более того, вот эти вот усы, вот сейчас он еще такой молоденький, потом он начинается сильно закручиваться. Он даже вот, например, пошел закручиваться, закручиваться. Иногда они могут закручиваться друг за друга, спутываться, перепутываться. И, например, ус одного побега, если он заплетется за другого, он может его сжимать, что не очень хорошо. На самом деле, вот в первую очередь, как бы усы, это неудобно. Вот оно все-все переплетется, потом осенью нам будет неудобно. Поэтому мы их убираем. И кому-то может показаться, что, ну, очень много такой тяжелой, рутинной работы. На самом деле, если все делать, скажем так, вовремя, то ничего сложного нет. Это занимает настолько минимальное количество времени. Вечерком, просто пройдясь по винограднику, чуть-чуть там пощипал, пощипал, при том, что у меня на сегодняшний день на больше 70 различных сортов и таких довольно больших кустов в районе 50. И вот все зеленые операции в сезон занимают, ну, где-то раз в неделю, наверное, около двух, ну, может, двух с половиной часов в таком очень ненапряжном темпе. Ну, это если делать все вовремя. Конечно, если все запускать, то потом это все будет сложно. А так вот, если раз в недельку чего-то делать, то ничего сложного в этом нет. Поэтому мы усы убираем. Но убирать вам или нет, здесь дело сугубо добровольное. Смотрите, потому что здесь поленитесь, потом может быть немножечко сложнее. Что касается пасынков и листьев, тоже в видео про цветение говорила, что если вдруг у вас по какой-то причине в росте сильно загущены, но вот здесь они не сильно загущены, поэтому листья убирать точно не стоит. Можно немножечко поработать с пасынками. Отдельное будет видео по ним, но очень кратенько. Вот тоже, видите, усик на нем убрала. За вторым листочком, можно чуть-чуть больше, верхушечку прищипнули, рост пасынка остановили. И напоследок, на всякий случай, напомню, раз мы уже разговариваем про зеленые операции, что до цветения мы никаких гроздей не убираем. Убирать можно, если грозди, например, три на не очень сильно растущем кусте, и мы знаем, что он сам по себе, по сурту очень крупноплодный, например, там Аркадия, которая выдает по полтора килограмма грозди, тогда можно одну верхнюю убрать. Все остальное мы будем убирать и нормировать только после цветения. Более подробно, это есть видео про цветение, на всякий случай, ссылку оставляю. Сегодня наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Как всегда, под видео мои контакты, каталог сортов и все полезные ролики. До новых встреч, пока!